Депутаты Можелеса поддержали проект закона, который регулирует передвижение самокатчиков. Нормы также ограничивают мопедистов и велосипедистов. Теперь он направлен в Сенат. Главной причиной принятия закона называют заботу о безопасности пешеходов. Статистика тоже заставляет задуматься. Самокаты – это транспорт со скоростью движения до 25 км в час, напомнили депутаты. Они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и на обочине. По тротуарам не более 6 км в час, и отныне водителю самоката должно исполниться 18 лет. Ездить он должен в шлеме и светоотражающей одежде, а главное – по правой стороне дороги. А случаи ДТП по данному виду транспорта только участились, сказал глава МВД. По самокатчикам 44 вроде, вот с 1 января в этом году. В прошлом году один человек погиб, и есть такая статистика. Права они тоже будут, причем на любую категорию. К слову, по республике всего около 500 км велодорожек. Поэтому пришло время его правового регулирования. Вы знаете, у нас принцип, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому кое-какие ограничения в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов, потом самих самокатчиков, мопедистов, принимаются эти нормативно-правовые акты. Кстати, изначально движение электросамокатов по тротуарам было запрещено, напомнили депутаты, инициаторам проекта. А теперь вот разрешили. Но как намерены регулировать скорость? И какие меры к нарушителям будут приняты? Для этого мы и приняли все ограничения, ответили авторы. Действительно, специализированных камер на пешеходных дорожках нет. Однако, данная скорость, она визуализируется. То есть, это фактически скорость пешеходного потока. 3-5 км в час в среднем движется пешеход, 6 км в час мы даем самокату. То есть, если самокат значительно превышает скорость, ее просто на любой видеофиксации будет элементарно видно. Если дело дойдет до судебных разбирательств, в суде это с легкостью можно будет доказать. На самокате, кстати, запрещено перевозить грузы пассажиров, переходить через дорогу, и подземные переходы водитель должен пешком. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Свобода слова? Депутаты дали новое определение средствам массовой информации. Причем, такого не ожидали ни журналисты, ни народные избранники. В куларах мы выясняли, почему наших коллег сравнили с животными и насколько оскорбительным является данное заявление. Оказывается, депутаты бывают не только законотворцами, но и философами. Хотя люди дают им другие, менее приличные звания. В долгу народные избранники не остаются, особенно в отношении СМИ, которые освещают деятельность депутатов. Например, сегодня в Фейсбуке депутат Нуртаза назвал журналистов «крокодилами». О себе беззащитным травоядным и что двигало в этот момент депутатам, непонятно. Возможно, он надышался столичного смога или решил описать тяжелую депутатскую жизнь. «Впрочем, ничего такого в этом нет. Если надо, я и извиниться могу, с легкостью сказал мажоресмен». Это было философское сравнение с миром людей и миром животных. Я за это уже извинился, могу на русском языке извиниться. Просто, видимо, это была неудачная шутка, и я втреть уже какие посты писать не буду. Для меня это, наверное, урок сегодняшний день. Я тоже, наверное, как другие депутаты, наверное, могу более закрытый образ жизни. И не надо понимать буквально, сказал «Слуга народа». Это как бы, ну, идет охота журналистов в какой-то степени на депутатов. Вы прям вылавливаете кого-то. Когда вот все выходят, вы вылавливаете, скажем, кого-то. Кого-то пропускаете, который вам неинтересен. То есть это напоминает вот эту вот ситуацию в животном мире. Ну, я опять-таки повторю, что это, может быть, неудачная шутка была с моей стороны. А высказывание депутата прокомментировал сегодня и спикер Мажелеса. По его словам, это неприемлемо. Конечно, сравнение с крокодилом или другим животным недопустимо. Если это действительно было, то мы ему сделаем предупреждение. И еще. Все тот же депутат уверен, что некоторые представители СМИ хайпуют. Берут интервью у одних и тех же, когда высказаться хотят и остальные. Вам важно мнение только других депутатов, поэтому я сравнил вас с животными, подытожил недовольны журналистами Нуртаза. Гульнару Марова, Ахмедьяр Ильясов, ТДК-42. Антикоррупционной службой задержан экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателя Томикен Аблай Мерзахметов. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Подозреваемый выдворен ВВС Департамента полиции Астаны. А в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений. О любых фактах коррупции просим обращаться в антикоррупционную службу и в колл-центр агентства по номеру 1424. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии со статьей 77 Конституции и статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его невиновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Родственники подозреваемого в убийстве детей заявили о распространении дезинформации. Напомним, страшное преступление произошло 24 марта в 27 микрорайоне Актау. Были убиты три ребенка. По подозрению в убийстве был задержан их отец. После огласки родственники стали замечать, что в сети интернет публикуется ложная информация и заявили, что не оправдывают преступление, но с недостоверной информацией необходимо бороться. Был возвращен на родину из Сирии в ходе операции Жусан. Состоял на учете в городе Атырау. Принадлежал к нетрадиционному религиозному течению. Так, по словам родственников Жанибека Есенова, который арестован по подозрению в убийстве трех своих детей, пишут некоторые СМИ и паблики в интернете. Однако сестра задержанного уверяет, что это все не соответствует действительности, как и то, что он причастен к многочисленным кражам в магазинах и является представителем инструктивного течения. Если бы мой брат был возвращен на родину из Сирии в ходе операции Жусан, то не был бы на свободе. После операции он должен был находиться за решеткой. Все это дезинформация. Что касается кражи в магазине, хозяйка может подтвердить его непричастность к этому делу. На него просто стали вешать ярлыки. Я не буду его оправдывать. Он совершил чудовищное преступление и погубил жизнь всем нам. За это он должен ответить перед законом и перед Всевышним. А за распространение ложной информации я буду подавать заявление в полицию. Хозяйка овощного магазина, попросившая не показывать свое лицо, также утверждает, что СМИ фальсифицировали ее слова. Ранее в этом магазине была зарегистрирована кража. Журналистка пришла и сказала, что они собирают информацию о Жанебеке Есенове. Я ответила, что никогда не видела и не знаю этого человека. Позже она спросила про кражи. Часто ли бывают? Когда было в последний раз? Приходят ли мужчины с бородой? Как они ведут себя? Не агрессивны ли? Я ответила, что отношусь к ней нейтрально, как и ко всем нашим посетителям. Позже я вспомнила, что у нас в магазине незадолго до трагедии была кража. Но эта история не имеет никакого отношения к этому мужчине. Мои слова изменили и выдали информацию совсем по-другому. В управлении по делам религии прокомментировали информацию касательно возвращения Есенова из Сирии. В настоящее время распространяется информация о том, что Жанебек был возвращен на родину из Сирии в ходе операции Жусан. Эта информация ложна. Все возвращающиеся в ходе операции граждане в настоящее время отбывают наказание в соответствующем месте. Родственники подозреваемого в убийстве своих детей говорят, что до сих пор испытывают шок от случившегося. При этом слухи и дезинформация касательно родного для них человека еще сильнее усугубляют ситуацию. Поэтому они намерены бороться с сложной информацией и при необходимости обратиться в компетентные органы. 35-летнюю мать задержали при попытке продать новорожденного ребенка в Мангастаусской области. Подозреваемую задержали в момент получения денег за продажу ребенка. При обыске в доме подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Также сотрудники полиции задержали 38-летнюю женщину, которой и передали ребенка. Малыша поместили в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда. Начато досудебное расследование. Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 135-й. Торговля несовершеннолетними. Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении двух граждан. Подозреваемые лица дали признательные показания. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается. В Казахстане двум ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание Халы Кахармане. Соответствующий указ подписал президент Республики Касамжумар Тукаев. Почетного звания удостоены Абдегалия Каймолдин и Иван Гапич. Ивану Гапичу звание присвоили в Экимате Западно-Казахстанской области. Указ о награждении ветеранов за мужество и самоотверженность, проявленный в Великой Отечественной войне, с присвоением почетного звания Халы Кахармана, президент Казахстана Касамжумар Тукаев подписал накануне Дня Победы. Один из двух ветеранов-казахстанцев Иван Гапич проживает в Уральске. Медаль от имени президента ветерану вручил Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торигалиев. За мужество и самоотверженность проявления Великой Отечественной войны 1941-1945 годов присвоить звание Халы Кахармана с вручением знака особого отличия золотой звезды и ордена ОТАН участнику парада Победы Гапичу Ивану Сипановичу. Иван Степанович Гапич родился 2 февраля 1923 года в Акмулинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Награжден орденами Красной Звезды и Славой Третьей Степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Кеннезберга, за победу над Германией, нагрудным знаком почетный работник прокуратуры, медалями за безупречную службу 1, 2, 3 степени, орденом Курмет. Является участником парада Победы 1945 года, а также почетным гражданином Западно-Казахстанской области. Приняв столь значимую награду, Иван Степанович выразил глубокую благодарность главе государства и поздравил всех с праздником. Я прошу вас, Нариман Туригоревич, передать мою глубокую благодарность президенту Республики Казахстан за столь высокую оценку моего ратного труда и последующей службе в органах прокуратуры. Мне хотелось бы сегодня поздравить нашего президента как верховного главнокомандующего вооруженными силами страны с праздником 78-й годовщины Победы. Пожелать ему крепкого здоровья, успехов во всех его делах и начинаниях мира и добра. Спасибо за думание. Сегодня в Западно-Казахстанской области проживает 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Это последние свидетели той ожесточенной борьбы над фашизмом, которой наши деды отстояли мирное небо. Низкий поклон героям и вечная память тем, кто отдал жизнь за мир на земле. Марина Горбук, Друан Кунашев, Особи Кобекенов, ТДК-42. Военно-исторические миниатюры создает житель Актубе. В его небольшой квартире разместились десятки танков, самолетов и целые оловянные армии. Бакаджан Лекеров служил в линейных войсках, а в свободное время занимался творчеством. За два года скульптор-самоучка воспроизвел десятки сцен из событий прошлого века. Лейла Уесова расскажет о необычном увлечении актюбинцем. Бакаджану Лекерову 52 года. Бывший военный воспроизвел десятки сцен из событий прошлого века. Особенно его вдохновляют модели самолетов и бронетехники. Такие объемные композиции, по его словам, позволяют ощутить себя практически внутри картинки или исторического события. Это про события Первой мировой войны, когда заключали договор, в принципе, капитуляцию между Германией и странами Антанта. И дали 72 часа на то, чтобы прекратить огонь. Но в это время немецкие офицеры погнали своих солдат в атаку, в убийственную. Я хочу показать просто в одной маленькой трениатюрке ужаса войны. Мастер старается сохранить в работе историческую достоверность. Часть деталей берет из конструкторов. Что-то мастерит из подручных материалов. На этой картине водитель на фоне разбитого танка уже в послевоенное время. А вот копия закрытого военного городка. Здесь опрокинутый сейф с документами, строение и техника. Химия продается для моделистов. И земля, там пыль, еще что-то, ржавчин. Но это неинтересно на всем готово. Я хожу по улицам, когда вечером прогуливаюсь, еще что-то. Я всегда нахожу какие-то веточки, песочек, кусочек проволоки, еще что-то. Вот они тоже самые там под тентом. Это обыкновенная бумага из-под обуви. Ее мучаешь, выкладываешь как нужно. Потом начинаешь красить, фактуру наводить. Все, в принципе. Те же самые мешки. Это ликопластырь. За два года Бахчан Ликеров смастерил около 40 миниатюр. Самое главное в этом деле – идея и терпение, говорит скульптор. Автор рекомендует родителям приобщать своих детей к техническому творчеству. Это очень увлекательно, очень интересно. Хотя бы ту же технику собирают, тот же самолет, тот же корабль или бронетехнику. Ребенок уже будет знать, что такое ходовая часть, что такое башня, куда стол ставить, где пулеметы у него, где баки те же ставят. Почему? Потому что не просто клеят. Есть куча литературы. Обязательно он туда пойдет, он откроет, посмотрит. Сейчас мастер работает над композицией, посвященной подвигу своей землячки, легендарной девушке-снайпера Алии Молдогуловой. А еще в планах автора изобразить Батыра в доспехах, прощающегося с семьей перед очередным военным походом. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Субтитры создавал DimaTorzok